Чего ждать внутри России в плане вновь обсуждаемой мобилизации? Целый пакет поправок к законопроектам вносится, да, и увеличивается возраст пребывания в запасе, и раздвигаются границы призывного возраста, и штрафы увеличиваются за неявку военкомата. Я вот помню, раньше правозащитники российские всегда говорили, главное правило, если вы получили повестку, не идите в военкомат, максимальный штраф всего 3000 рублей. Но сейчас как-то, особенно в провинции, не особо скажешь, что штраф всего 30 или 50 тысяч рублей, до какого они хотят увеличить. Да, у меня есть проект, мы помогаем людям, которые попадают под штрафы за свою деятельность, и хочу сказать, что действительно для российской провинции 30-50 тысяч, даже с учетом инфляции, это чудовищные деньги, которые способны просто сделать человека нищим. Поэтому это, безусловно, серьезная угроза, особенно если вспомнить предыдущие меры по поводу, лишение возможности брать кредиты, аннулирование водительских прав и так далее. По сути говоря, это не оставляет вариантов человеку, если он бедный, зависимый от своего места работы и так далее, и так далее, и нет возможности куда-то там убежать. По сути, ему никаких вариантов, кроме как пойти сдаваться в военкомат, ну или, я не знаю, сесть в тюрьму и не оставлять. Опять же, сесть в тюрьму, как мы знаем, это не совсем выход, потому что в тюрьме можно создать такие условия, когда, в общем, людей заставляют вербоваться. Я не думаю, что будет мобилизация. Вот именно по вышеописанным причинам никакой всеобщей мобилизации они объявлять не будут. Они будут постоянно допризывать в армию необходимое им количество людей, поэтому это не будет производить на общество такого тяжелого впечатления. Ну, то есть, просто каждый месяц для того, чтобы пополнить потери российской армии в Украине, надо призывать, ну, предположим, 10 тысяч человек. Ну, предположим. На всю Россию это не так уж и много получается. Вот такими методами, о которых мы говорили, да, то есть за счет повышения возраста, там, давления на людей, там, штрафов и так далее, со всей России вполне можно собирать по 10 тысяч в месяц. Довольно долгое еще время, к сожалению, с учетом популяции. И это довольно дьявольская игра, потому что, как мы знаем, в Украине-то как раз-таки всеобщая мобилизация уже введена. И они, как бы, говорят, ну, что, видите, у нас даже всеобщей мобилизации нет. Границы открыты, пожалуйста. Но они тут, почему они не закрывают границы? Да потому что все, кто мог, уже уехали. Давайте не будем себя обманывать. Все, у кого была финансовая возможность организационная взять и уехать, они уже это сделали. Остались только те, кто не может уехать или по финансовым, или по каким-то организационным причинам, там, больные родственники, там, еще что-то. Еще что-то, еще что-то. И поэтому они в понисе спокойно чувствуют. Да, в стране с населением 140 миллионов человек ежемесячно можно без всяких чрезвычайных мер находить там, не знаю, 10, а может даже и 20 тысяч живающих или готовых, или просто не готовых прятаться и убегать. Люди, которых можно отправлять на фронт. Плюс еще кто-то вербуется за деньги, потому что чем хуже ситуация в экономике, тем больше людей беднеет, нищает. А если человек бедный, нищий, а ему говорят, ну, слушай, у тебя есть только один способ выбраться из ямы долгов и нищеты, пойти по контракту. Круг замыкается. Поэтому, к сожалению, я не верю ни в какую всеобщую мобилизацию, которая там вызовет какую-то реакцию, а вот в постоянный допризыв людей я не только верю, я просто вижу, что он и происходит, и так они пополняют численность Алина.